Всем привет! Сегодня мы поговорим о таком популярном сейчас явлении в акварели, как грануляция. Как же ее добиться и, собственно, что же это такое. Как подчеркнуть этот эффект и как его уменьшить. Итак, в первую очередь грануляция это свойство краски выпадать в осадок, то есть создавать такой неравномерный красочный слой. Давайте с вами, пока я буду рассказывать, мы будем делать с вами выкраски. Я вам покажу несколько образцов. Итак, первый это у меня вот такой вот образец бронзит от Дэниел Смит. Это серия Приматек из натуральных камней. Второй это новинка от Рембрандт, кобальт бирюзовый. Третий это оксид блэк от Ван Гог. И четвертый это цирулиум от Невской палитры. Создавать текстуру в красочном слое это свойство пигмента. Мы можем различить грануляцию и флакуляцию. Чем же они отличаются? Грануляция это свойство краски выпадать в осадок. Сейчас мы с вами рассмотрим несколько вариантов и определим, что где грануляция, а где флакуляция. Флакуляция это свойство краски собираться в такие некие хлопья. Это очень-очень похоже на эффект каракелюра. Для того, чтобы краска как можно больше себя проявила и подчеркнуть эффект грануляции, нужно как можно больше воды. Почему? Потому что в слое воды пигмент может перемещаться более свободно и свободнее проявить свою текстуру. Чем тоньше красочный слой, чем меньше воды, чем гуще краска, тем меньше будет эффект грануляции и флакуляции, соответственно. Я специально добавила побольше воды. Видите, Ван Гог уже прям моментально выпал в осадок и мы видим, что это все-таки грануляция. Так, и последний у нас цирулем от Невской палитры. Тоже добавляю побольше воды. Теперь я дам краскам немного времени, потому что сейчас бумага влажная, пигмент все еще перемещается. И пока что мы с вами обсудим, как же можно применять эффекты грануляции в работе. Конечно, грануляция здорово смотрится в всяких архитектурных элементах. Она очень-очень классно подчеркивает текстуру. Но не стоит совершать ошибку и добавлять гранулирующий пигмент везде, где только возможно. Наоборот, классно какие-то части прорисовать более четко. А там, где вы хотите просто размыть и оставить какую-то недосказанность, как раз-таки можно добавить краску с грануляцией. Краска с грануляцией, конечно же, подходит здорово для каких-то передач текстурных, природных материалов. Травы, мха, вот, например, в этом пейзаже, в таком легком с камышами грануляция пришлась как нельзя кстати. И стоит отметить, чем более зернистая бумага, тем больше есть возможности украски выпасть в осадок, потому что текстура изначально неравномерная. Также грануляцию можно использовать и в каких-то цветочных скетчах. Например, вот здесь у меня на фоне она используется и добавляет такую изюминку, игру текстуры. Чуть более подробно о грануляции и как вот с помощью нее сделать вот такие вот облака, я рассказываю в своем мастер-классе бирюзовый. Его вы можете найти на нашем сайте OneHobbySchool. Прошло немного времени, краска еще не совсем высохла, но уже видны эффекты. И на примере вот этого кобальта бирюзового мы видим пример флакуляции, такой легкий как будто бы кракелюр. А на примере черного оксида мы видим как раз таки пример грануляции. Краска выпала в осадок. Таким образом мы понимаем, что необязательно покупать какие-то краски, которые заявлены с эффектом грануляции. Обычный циролиум либо обычный кобальт тоже на это способны. И более того, они оставляют эту способность и ведут себя также в смесях. То есть все равно выпадают в осадок. В общем, подводя итог, грануляцию можно и нужно применять. Если вы хотите с этим больше поработать и применить эти знания на практике, записывайтесь и проходите мой мастер-класс бирюзовый на нашем сайте. И напишите обязательно в комментариях своего гранулирующего любимчика. До встречи в следующих видео. Пока!